Всем привет дорогие друзья! Сегодня бы хотел в этом видеоролике поговорить с вами про нахождение людей в Польше, которые старше 60 лет. Последнее время именно этот вопрос очень часто задают в комментариях те люди, которые пенсионеры приехали в Польшу и они пишут в отчаянии от того, что не знают что делать, так как в Польше достаточно маленький выбор того программ, которые могли бы помочь пенсионерам. Так вот в этом видеоролике я хочу собрать всю информацию, которую владею, которая есть на данный момент, чтобы вы могли в одном видео все это для себя найти. А также я хотел бы попросить вас внизу в комментариях под видео, если вы смотрите данные видеоролики, если у вас есть схожая ситуация, вы возможно нашли какое-то дополнительное решение. Я бы хотел, чтобы внизу в описании под видео описали свою ситуацию, чтобы другим зрителям было полезно прочитать и воспользоваться вашим опытом. Ну что же, а мы начинаем, поехали! Так вот, первое, о чем бы я хотел сказать в данном видеоролике, это тот факт, если вы заехали в Польшу после 24.02, то согласно спецзакону вы можете находиться в Польше до 18 месяцев легально. То есть это то время, на которое вы можете рассчитывать. Так вот, первое, что вы делаете, когда заезжаете в Польшу, вы, конечно же, оформляете себе статус УКР и ПЕСЭЛЬ. Далее вы сразу же в этой администрации, где вы заполняли заявление, можете написать заявление для получения первичной помощи. Это 300 злотых. Так вот, это выплаты от польских властей для граждан Украины, беженцев, которые покинули территорию Украины после 24.02. Поэтому это то первое, что вы можете сделать, именно получить вот эти 300 злотых. Далее, программ в Польше не так много. В основном программы рассчитаны на детей, это 500+, это дополнение к детскому саду, это Роджина, Дужа Роджина, там где получать можно до 12 тысяч злотых. Это все программы, которые рассчитаны в основном на детей. Но есть также в Польше, это не государственные программы, про которые вы, скорее всего, знаете. Это та же самая помощь от ООН, это также Красный Крест, это Международный Комитет Спасения, а также это новая немецкая программа, о которой я также рассказывал вчера. Dekon Katastrophin. Так вот, по этим программам вы можете пробовать также регистрироваться по ним, чтобы получить деньги. Программ много, порядка четырех штук, можно участвовать только в одной. То есть, если вы по какой-то из них уже получили деньги, то в других вы не можете. Но плюс в том, что вы можете получать, если зарегистрироваться в четырех, то есть вероятность выше, что вы можете в одной из них все-таки получить деньги. Также одним несомненным плюсом является тот факт, что эти программы сейчас больше ориентируются на тех людей, у которых меньше возможности получить помощь. Те люди, у которых больше проблем, которые больше в них нуждаются. Так вот, люди пенсионного возраста, которые не могут найти работу, адаптироваться, в принципе, подпадают под эту категорию людей, которые действительно нуждаются сейчас в помощи. Поэтому шансы на получение таких пособий, он выше. Поэтому, конечно же, лучше попробовать зарегистрироваться во всех из них, чтобы хотя бы в одной иметь возможность получить. А следующее, о чем бы хотел поговорить, это, конечно же, про деньги, которые государство платит человеку, который предоставляет беженцу жилье. Как вы понимаете, в Польше это 40 злотых в сутки. То есть, государство выплачивает эти деньги владельцу жилья, который у себя приютил беженцев. Эта выплата идет за каждого беженца по 40 злотых. Изначально по данной программе было всего лишь на 60 дней установлено, что государство будет субсидировать. Далее расширили до 120 дней. Но теперь с 1 июля государство говорит, что все, мы не можем больше оплачивать все эти расходы. Так вот, связано это с тем, что Польша, по сути, больше не может оплачивать так много денег беженцам. Это по 300 злотых каждому беженцу. А также по программе 500+, практически все люди, которые заехали с детьми, они также оформляются на эту программу. То есть, каждому взрослому по 300 злотых. И каждому ребенку каждый месяц нужно платить по 500 злотых. Плюс ко всему, еще нужно каждый месяц, каждый день по 40 злотых на каждого беженца. Это очень большие деньги и Польша понимает, что больше они не могут оплачивать вот эти деньги по 40 злотых. И также видят, что часть людей, которые заехали молодого возраста, они могут искать работу. Часть из них находит и как бы пытаются подтолкнуть людей, вставать более активными, чтобы искать работу. Но опять же, в свою очередь, правительство Польши заявило, что те люди, которые требуют помощь, которые не могут адаптироваться, то для них останутся вот эти выплаты. Пока что мы не можем точно сказать, для кого они останутся. Но по предварительной информации уже говорилось, что это будут инвалиды, это беременные женщины, это также многодетные семьи. А также люди, которым сложно адаптироваться в Польше. Так вот, люди-пенсионеры, они также подпадают под эту категорию в принципе. Опять же говорю, мы не можем сейчас на 100% утверждать, но вы должны понимать, что такая возможность есть. Поэтому после 1 июля мы увидим более точно. Следующее, о чем хотел поговорить, это, конечно же, про работу в Польше. На данный момент можно, в принципе, найти работу от 60 до 65 лет. В принципе, работу еще найти можно. Что говорим уже про возраст выше, то уже достаточно сложнее. Но опять же, сейчас лето, это сборы урожая, поэтому есть варианты такие. Если позволяет здоровье, то можно найти такой вариант работы. Также, как мне рассказывали и друзья, и знакомые, которые сейчас находятся в Польше, живут в центрах для беженцев. Так вот, также есть там люди, которые предлагают работу. Есть работодатели, которые говорят, что ищут работников. Берут на какой-то, либо на постоянную работу, либо на подработку. Либо также те волонтеры, либо работники этих центров, они также знают, кому нужна работа, и иногда предлагают эту работу. Поэтому были у меня случаи, когда предлагали людям за 60, и они ходили и работали. Поэтому с этим, опять же, можно работать, можно пробовать искать. Но, опять же, если старше 65 лет, то есть такой вариант, что будет достаточно сложно уже найти. И последнее, о чем бы я хотел рассказать в данном видеоролике, это, опять же, реальная информация. То, что мне рассказывали напрямую люди, которые это делали. Так вот, те люди, которые живут в центрах для беженцев, мои знакомые и родственники также. Так вот, в центрах для беженцев намного проще получать информацию, так как людей много, порядка 100 человек. И они более быстро могут обмениваться информацией. Кто-то что-то узнал, он рассказал другому, и уже все знают. То есть, это намного проще, чем вы живете один, изолированно от информации. Так вот, есть такой вариант. Не скажу, что он стопроцентный и везде будет работать, но стоит попробовать. Так вот, есть такой вариант. Там, где вы оформляли свой ПЭСЭЛ, статус УКР, они и шли в этот центр, в эту гмину, администрацию, у всех по-разному, смотря где вы живете. И там также писали дополнительное заявление о том, что если вы пенсионер, то бывают такие случаи, что призначают еще дополнительно выплаты. Там, опять же, зависит от той пенсии, которую вы получаете в Украине. То есть, тем больше у вас пенсию в Украине получаете, тем меньше вам могут присвоить выплату. Там было такое, что от 200 до 500 злотых присвоили выплату. Там идет на 2 месяца. Изначально вам еще дополнительно на 2 месяца могут это дополнить. Поэтому у вас должно быть подтверждение вашей пенсии в Украине. Ну, изначально вам нужно прийти узнать. Если это можно, там, где вы находитесь, то тогда подумать о том, как подтвердить. И в таком случае вам могут дополнительно добавить от 200 до 500 злотых дополнительно деньги. Также, возможно, и в будущем смогут продлить, если вдруг вы останетесь. То есть, я не могу утверждать 100%. Это то, что люди делали, конкретно делали. И у них это получалось. Поэтому я решил поделиться, чтобы вы знали. Потому что я понимаю, в какой ситуации сейчас находится большинство людей, особенно пенсионного возраста. Поэтому, друзья, не забывайте в описании под видео писать о том, о вашем опыте, который вы проходили в Польше. Возможно, тоже знаете такие дополнительные нюансы, лайфхаки, как можно получить какую-то дополнительную помощь от государства для людей, которые не могут адаптироваться в Польше. А также, друзья, в описании под видео вы найдете ссылку на группу Viber с работой в Польше. Поэтому, если вы ищете работу, то также я смогу вам с этим помочь скинуть варианты, какие есть на ваш возраст. Ну что же, друзья, а на этом у меня все. Спасибо за просмотр и до встречи на следующих видео. Всем пока!